Мы начали с вами говорить о Ниемии в прошлый раз, и сегодня мы продолжим. Тем, кто не слушал предыдущий выпуск, я советую его всё же послушать, чтобы представить себе полную картину того, о чём мы говорим с вами. Может быть, вы задумывались, почему наш выпуск называется «Строить заново». Давайте будем честны друг перед другом. Мы говорим с вами с разными лидерами в Нидерландах о том, что нам не хватает людей, не хватает рук. Нам требуется время, чтобы всех собрать, друг с другом и заново построить нашу церковь. Я уже говорил сегодня, и всё же повторюсь, потому что я говорил с несколькими пасторами о том, как обстоят дела. Я понял, что восстановление, отстраивание заново — это одно, а строительство чего-то совсем нового — это другое. Когда мы строим, мы радуемся, ведь всё новое. Но восстанавливаем мы после бури, землетрясения, восстановление. Это отстраивание заново того, что было разрушено. То есть восстановление всегда идёт с болью, тоской и грустью. Я приводил пример того, что фундамент второго храма закладывается сейчас. Второй же храм не такой красивый, как первый храм. И вот старики плакали, и молодые радовались, потому что старики оглядываются назад, и молодёжь смотрит только вперёд. Но Бог же смотрит на всё совсем по-другому. Да, скажете вы, второй храм не такой красивой конструкции. Используются менее дорогие материалы, чем при строительстве первого. Но Бог сказал, что благодать второго храма будет больше благодати первого. И то же я хочу сказать о церкви. Церковь с момента воскрешения Иисуса из мёртвых лишь разрослась, увеличилась во всём мире. Давайте же посмотрим с этого угла. И не только на нашу церковь, но на то, что происходит во всём мире. И во всём мире церковь лишь больше, живее и красивее, чем когда-либо. Иисус же придёт снова к своей невесте. Я никогда ещё не видел невесту, у которой неважный макияж, неухоженную. Все невесты прекрасны, и они сияют. Рассчитывайте на то, что мы все вместе, как церковь, будем сиять в день пришествия Иисуса. Мы продвигаемся от благодати к благодати, от славы к славе. У Ниимии случилась такая же ситуация. Я беру практические уроки из этой библейской главы. Ниимия жил в то время, когда Иерусалим уже 120 лет лежал в руинах. 120 лет! В стенах образовались бреши, ворота были сожжены огнём. Но Ниимия был в состоянии, на удивление друзьям и врагам, за 52 дня восстановить стены и ворота и вернуть былую славу Иерусалиму. Это означает, что если мы сегодня начнём, то мы к началу декабря сможем быть на том же уровне, на котором мы были до коронавируса. Вот это невероятно. Но если Иисус смог воскреснуть из мёртвых, то и мы сможем стать все вместе и восстановить нашу церковь в той ситуации, в которой мы сейчас все вместе находимся. Поэтому я сегодня тоже выбрал Ниимию для нашего выпуска. Ниимия строит Иерусалим вместе с обычными добровольцами. Не со строителями, но с теми, кто был готов помочь ему, с совершенно разными людьми, которые вызвали сделать то, чего они раньше никогда не делали. Восстанавливать их дом. Ниимия был способен создавать подходящий момент. Вы знаете, что момент, если вы его поймаете, и вы немного подтолкнёте, то дело пойдёт само собой. Ниимия умеет ловить момент. Момент же — это лучший друг каждого лидера. Нам он нужен. Вопрос в том, как же нам создать момент, чтобы засияло солнцем, всё завертелось и шло быстро и как по маслу. Я записал пять пунктов. Не знаю, получится ли у меня назвать все пять. Зависят от того, насколько у меня хватит энтузиазма. Но и от времени, ведь оно бежит быстро. Первый пункт — развивай личное видение ситуации. Ниимия слышит о ситуации в Иерусалиме от друзей, пришедших навестить его. Это трогает его. Он обеспокоен. Он плачет. И он решает молиться и поститься. И для порядка в Библии сказано, ни месяца, ни годы, ни несколько дней. Коротко и ясно. Он ищет Бога. Он знает, что если он найдет Бога и спросит его о решении этой проблемы, то тогда рука Божья поведет его. Если рука Божья со мной, если он ведет меня, то у меня есть тот самый момент, я его не сам создал, но Бог способствовал мне в этом. Ниимии больно. Ниимия грустит. Я думаю, для нас, как для волонтеров, строителей церкви, лидеров, это все очень актуально. Чувствовать боль и грусть о том, что в стенах бреши, дыры, в наших командах, о том, что ворота сожжены, и о том, чего уже нет. Вы можете придать боли цель. И многие лидеры, руководители компаний в мире, они сделали из боли свое дело. Они предприниматели. Искали определенные продукты, не могли их найти и сделали их самостоятельно, и впоследствии эти продукты принесли им успех. Есть-то люди, пережившие развод, которые стали помогать другим, у кого проблемы в семье. Есть те, кто узнал, что такое бедность, и теперь помогают другим в трудной финансовой ситуации. Эти люди, из той боли, которую они пережили, сделали свое дело. Это невероятное усилие. И тоже сделал Ниимия. Он услышал о той проблеме и сделал ее своей. Это дало ему толчок к действию. Поэтому так важно действовать, а не сидеть на месте. Да, был ковид, но где же церковь? Как же я могу повлиять? Знаете, я возьму ответственность на себя. Я хочу, чтобы церковь воспряла в полную свою силу. Я должен буду чем-то жертвовать для этого. Мне нужно будет предпринимать дополнительные шаги, но мы все вместе это можем сделать. Это очень важно, поэтому он молится и постится несколько дней. Ниимия занимался любимым делом. Он был виночерпием. Как же ему все организовать? Но потому что он постился и молился, он знал, что Бог вместе с ним, и он приходит на аудиенцию к Всевышнему. А это довольно рискованно было в то время. Но Ниимия не форсирует события. Иногда мы, лидеры, к чему-то сильно стремимся, и мы тянем, и мы подталкиваем, но Ниимия не торопится. Он грустит, но он не боится показать свою грусть Всевышнему. Но не делает этого до того, как он спросил его об этом. Во многих случаях, чтобы освободить место для чего-либо нового, нужно сначала найти Бога и посмотреть, есть ли что-нибудь рядом, где Бог может быть. И если же правитель начнет с вами разговор и спросит вас, почему же вы смотрите с такой грустью, и вот тогда вы поймете, что у вас появилась зацепочка. И вот тогда он открыт. И тогда вы скажете, а чего же мне не грустить, если моя Родина, моя страна, все лежит в руинах. И вот тогда он задаст вопрос, можно ли мне пойти и восстановить все? И ответ ему будет «да». А почему же он ему ответит «да»? Потому что рука Господа с ним. Он уже несколько дней искал Бога, и тот был с ним. Знаете, остановитесь для своей церкви, для своей команды, для вашего дела. Определите, что приносит вам боль. Развейте личное видение ситуации. Ниемия решил, что он сможет изменить ситуацию. Я смогу поехать в Иерусалим, отстроить заново храм, собрать людей вместе. Я готов взять на себя ответственность и те риски, которые она влечет за собой. И даже отдать свою жизнь, представ пред Всевышним, но создать такую возможность, восстановить свой дом. У меня есть из жизни множество примеров того, как нам создать особое пространство. Я помню, как много лет назад мы собирались в маленьком школьном зале, вмещавшем в себя всего 300 человек. Мы искали помещение в Барнефельде и осмотрели уже все. Не было ничего, все было закрыто. Один лишь самый огромный зал был свободен. И вот как-то нас пригласили на вечер, не помню, хотели ли мы туда пойти, но мы пошли. Ведь там был мэр города. Да, вот так все просто. Мэр города, член либеральной партии. Ну и такую ситуацию можно использовать в свою пользу, правда? И вот мы были там, и он сам начал с нами разговор, потому что где-то слышал о нас. И вот я упомянул, что у нас есть проблема. Мы осмотрели весь Барнефельд, но не нашли помещение. И вот он сказал, почему же вы не рассмотрите большой зал Вельюве? «Но он же такой большой». «Да, но это и есть решение проблемы. Он же закрыт по воскресеньям. Я все устрою. Не беспокойся. Можешь ничего не говорить и не искать больше. Я все устрою». И он все устроил. В воскресенье открыли нам тот самый большой зал. И вот если откроют этот зал, то и другие владельцы магазинов и сообществ тоже захотят работать по воскресеньям. Но правительство Барнефельда не хочет этого. Но он сказал, «Позволь сделать это мне». И он все устроил как надо. И он был тем серым кардиналом, кто устроил нам этот зал. И с ним регулярно разговаривал я сам. И он многое сделал для того, чтобы мы получили этот зал. Мы иногда так увлекаемся. И думаем, что Бог все для нас сделает. Нам не нужна страховка. Ничего. Бог все для нас делает. Ниемия поступает умно. В тот момент, когда он говорит ему, «Ты можешь идти», он просит его, «Дай мне письмо, в котором ты даешь свое согласие на то, чтобы я сделал это». Он предвосхищает то, что, возможно, в будущем он встретит людей, которые будут против него. И вот он просит Всевышнего, чтобы он написал ему черным по белому, дал ему документ. То есть, что бы вы ни делали в Царстве Божьем, зная, что рука Господа с вами вместе, всегда используйте свою человеческую смекалку. Продумайте, что бы сделал простой человек, если у него будет такой шанс. И тоже сделайте это, минимизируйте риски. И вот он отправляется в путь и встречает двоих людей, Санавалата и Товио, и он уже не удивляется тому, что они высмеивают его благие намерения. Знаете, если вы будете что-то делать во имя Господа и строить его царствие, восстанавливать, вы всегда встретите людей, которым будет не по нраву то, чем вы занимаетесь. Вам просто надо это принять как факт. Он сказал нам, возьми свой крест и следуй за мной. Следуй за мной и переноси боль. Так будет всегда, и если вы знаете, что так будет всегда, это часть процесса. Если сопротивление придет, то ваш настрой не пропадет. Вы уже знаете, что оно часть процесса. И это все предвосхитил Немия. И я восхищаюсь им. Поэтому так важно, когда мы строим царствие Божие, и мы восстанавливаем его, или строим по-другому, не так, как до этого вируса, вы не сможете угодить всем. Если вы хотите угодить всем, то вы ничего не построите, и земля не принесет вам плодов. Вам нужно делать выборы, исходить из того, что кто-то будет рад этому выбору, а кто-то его не примет. Немия мудр, он идет в Иерусалим, но он не говорит, что он собирается сделать. Он приходит в Иерусалим, но даже лидеры не знают, что он здесь. Три дня он молчит, изучает стены, не говорит о своих планах. Нам нужно вспомнить смолчание о золотом. Хорошо подобранные слова, сказанные в нужный момент, можно сравнить с золотыми яблоками на серебряном блюде. И вам нужно внимательно выбирать тот момент, когда вы начнете говорить «Особенно, когда у вас новые планы и новые мысли». Вам, как лидеру, нужно держать их при себе. Так поступает Немия. Ночью, пока все спят, он в темноте, в полном одиночестве, на своем осле, едет и изучает стены и ворота города. Нам особенно в наше время важно все изучать, незаметно, не заявляя об этом открыто. Как же нам это сделать? У нас есть выражение. Если бы король спросил бедняков на улице, что ему нужно было сделать, то город бы не пал. Нам нужно разговаривать с новыми людьми. Как дела здесь? Как все это работает? Все ли идет гладко? И вот во время такого разговора вы услышите, как обстоят дела. И тогда у вас в голове родится план. Вот так мы и решим эту проблему. Так мы будем это делать. Если вы сразу же обнажите свои планы, то вы будете бежать впереди паровоза. Вы сначала должны позаботиться о том, что вы замедлились, сели, у вас возникло видение процесса, у вас созрел план в общих чертах, прежде чем вы вынесете его на всеобщее обсуждение. Я иногда задаю вопросы новичкам, добровольцам. Как дела? Всем ли вы довольны? Да или нет? И почему? Чтобы услышать и узнать, как обстоят дела. И вот у вас сложилось видение ситуации. Я перехожу к своему второму пункту. Создавайте базу поддержки для своего видения ситуации. Мы, лидеры, должны сделать три вещи. И это видение и еще раз видение. Это и есть три вещи. Большего вам и не нужно, потому что видение вдохновляет. Видение дает мотивацию. То есть вам нужно задать направление. Вместе с этим направлением вам нужно задать срочность, потому что если нет срочности, зачем же нам это все? Вам нужно создать необходимость. Есть ли в этом необходимость? И для чего? Зачем нам все это нужно? Для чего нам нужно менять ситуацию? Вот вам пример. Если мы как церковь все вместе будем продолжать нашу деятельность, как же наша церковь будет выглядеть через пять лет? Это и есть та самая срочность. Вам нужно четко установить сроки, что если мы будем продолжать делать то, что мы делаем, то мы придем туда-то и туда-то. Вам нужно создавать базу поддержки для изменений, которые вы хотите ввести. Как будет выглядеть ваша община, если вы ничего не будете менять? Как будут выглядеть ваши связи, если вы ничего менять не будете? Как будет выглядеть ваша команда, если ничего не поменяется? Нимия говорит, вы видите страдания, которые мы терпим. Видите, что Иерусалим лежит в руинах, ворота сожжены огнем. Видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. Я говорил уже, что у нас очень мало людей в суперкидс, в супердетях. Нам нужно больше делать и больше рук. У нас есть кофе. Нам только нужны люди, которые будут его разливать. В нашу церковь хотят прийти молодые люди, нам нужны менеджеры, которые будут их сопровождать. Нам нужны разные люди, но нам всем нужно увидеть всю срочность, всю необходимость. Если мы ничего не будем делать, то мы потеряем тех новых людей, желающих быть с нами. Нам всем нужно действовать сообща. Он говорит, Иерусалим сожжен, ворота разрушены. Пойдем, это видение, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. Иерусалим влиял на весь мир. То есть вы, как лидер, должны обозначать, зачем мы будем это делать. Я был новеньким в деревне и присматривался к людям и увидел пожилую пару, которые вместе ходили по магазину. Мужчина ворчал, а мне всегда забавно слушать, как другие немного ворчат. И вот жена говорит, почему ты пошел вместе со мной в магазин, а он ей, потому. Вот это, конечно, эффективная коммуникация. Почему? Да, потому. Это не работает. Попробуйте на своих детях. Почему нельзя? Потому нельзя. Потому не работает. Людям нужна причина. Почему они что-то должны делать? В церкви, в коллективе и на работе. Если люди хотят облегчить выполнение того или иного указания, они говорят, это хочет директор. Или в церкви. Питер того хочет. Это же легко. Просто притянуть авторитет оттуда, не сообщая причину. И свалить все на одного человека, который все организовывает. А вы, как лидер, столкнетесь с миллионом вопросов. Почему стулья так стоят? Почему мы начинаем вовремя? Почему у нас тут обратный отсчет? Почему у нас есть коннект, связи? Что за этим стоит? И вот тогда вы строите крепкий фундамент. Только когда Ниемия все сказал, только тогда он заговорил о Боге, его роли во всей этой ситуации. Он не начал с Бога. Он сначала объяснил всю ситуацию. Так обстоят дела. Это должно произойти. Поэтому это должно случиться. И вот только затем он говорит о том, что об этом сказал Бог. «Я рассказал им о благодеевшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне». И сказали они, «Будем строить». И укрепили руки свои на благое дело. Они услышали его сначала, и тогда сказали, «И вот все пришли в действие, решили подняться и приступить к делу». Они все вместе сказали, «Давайте встанем, начнем строить». У нас некоторые лидеры встают и говорят людям, «Был вирус, что же вы собираетесь делать?» То есть мы, как лидеры, ничего не будем делать. Мы же будем действовать все вместе. Что должно произойти? Примитесь за дело в рамках того, что уже сделано, того, что мы планировали делать. Тут сказано, «Будем строить». И укрепили руки свои на благое дело. То есть им нужна была смелость, нужны были руки, которые нужно было укрепить. Без смелости вы трус, безнадежный и разбитый. Вы видите и Иерусалим, город славы в руинах, храм в руинах, ворота сожжены, а стены его в дырах. Как же нам это все восстановить? Это чудо было сотворено всего за 52 дня. Если мы посмотрим на нашу церковь, как же нам ее восстановить всем местем? Как? Это не наша ответственность. Как? Это Бог решает. Нам же надо решить, что мы будем делать и в каком направлении мы будем двигаться. И вот тогда Бог придаст нам сил, чтобы все это притворить в жизнь. Я рассказал им о благодеевшей мне руке Бога моего, а также и слава царя, который он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело. Как же укрепляются руки, когда есть видение ситуации, когда мы слышим, как Бог видит ее. Ваше видение — взгляд Бога на эту ситуацию. А без этого вы погоняете дохлую клячу. И у вас нет того самого момента. Вам нужен тот самый момент. Каждый раз проверять, что вы видите, и что говорит об этом Бог. И каждый раз оглядываться на то, что же мы можем сделать вместе. Когда вы начнете делать что-то вместе, то придет вдохновение. Тогда волонтеры, и дочери, и сыновья все смогут внести свой вклад. Услышав это, Санавалат и Товия, и Гешем, Аравитянин смеялись над ним и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете. Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, вот где вера, Он благопоспешит нам, и мы рабы Его, встанем строить, а во мне счастье и право и памяти в Иерусалиме. Мы же с вами не рабы, но сыны и дочери Божьи. Мы дети Нового Завета, мы сыны и дочери Божьи. Мы встанем и начнем строить, а во мне счастье и право и памяти в Иерусалиме. Не имея говорит здесь слова веры, несмотря на сопротивление. Он не боится говорить правду. Он не говорит, хорошо, это твое видение ситуации, давай останемся хорошими друзьями. Он говорит, вам не отчасти и право так делать. Если вы хотите помочь, пожалуйста, не хотите, ладно, но ищите себе другое место. Не бойтесь никакого негатива вокруг вас. Говорите, разоблачайте, если нужно, разрешите, но не в вашей команде, ни здесь, ни рядом со мной. Или же мы строимся вместе или нет? Вавилонская башня была построена в единстве. Бог видел, что они едины в своем видении и в своем языке. Их ничто не может остановиться. Единство в сердце, единство в видении мира. Вот что вам нужно построить в своей команде. Я всегда говорю, что вы, как лидер, не сможете угодить всем. Аммониты — это враги землеобетованной. Другие ниты — не могу ниты, те ниты, которые раньше этого не делали, ну и те ниты, которые не хотят этого делать, какими бы они ни были. Это враги того видения, которое Бог уготовил для вас, для вашего дома, для вашего дела, для вашей церкви. И для всего того, что Бог через вас хочет сделать. И вот третий пункт. Охраняйте свой момент силы. Я думаю, очень важно, чтобы вы знали, что то большинство, которое за вас, оно молчит. Большинство тех, кто за вас, молчит. Большинство всегда молчит. Большинство согласных с вами молчит. И как раз большинство тех, кто с вами не согласен, говорит и поднимает шум. И вот это меньшинство влияет на большинство и создает путаницу. Но как лидер, вам нужно самим понять, что противники говорят не только с вами, но и с теми «я не могу», «не хочу», «не буду» и воздействует на них. И вот они кричат «нет» весь день. Им больше не о чем заняться. Те, кто разубеждает, более фанатично, чем те, кто убеждает. От нас требуется дополнительная энергия, чтобы мотивировать людей. Это так вдохновляет. Наши команды и люди у нас нуждаются в дополнительной мотивации. Если мы не будем мотивировать, то мы лишь увидим обратный эффект. А не имея мудрый, он организовал две группы людей. Одни работали на стройке, а другие ходили вокруг них и подбадривали их. Он делает это для того, чтобы уберечь свой удачный момент. Он знает, что вокруг ходят недруги, и ему нужно оберегать свой удачный момент. Это говорит нам о том, что если мы хотим восстанавливать, то очень важно подбадривать, подбадривать и еще раз подбадривать. А как долго мне подбадривать? Очень долго. Ведь подбадривания всегда недостаточно. А если вам скажут одно неприятное слово, сколько же нужно вам услышать хороших слов, чтобы перекрыть действие негативного? Десять? То есть при одном негативном слове нужно десять раз похвалить, подбодрить. То есть, если вы не все дни напролет подбадриваете, говорите людям, что они могут, и у них все получится, и чего мы можем все вместе достичь, то эти люди просто не обретут мотивацию, просто не обретут. Те же, кто хочет отбить у вас охоту к делу, говорят, «Вы работаете слишком усердно, слишком много, и вы на самом деле будете жертвовать своим временем, силами и энергией?» Они задают такой вопрос. Чтобы восстановить стену, ну, если тут кто-нибудь прыгнет, то вся эта конструкция сразу же развалится. Чем вы вообще тут занимаетесь? Не лучше ли просто остаться дома и посмотреть телевизор? Ведь в наши дни вы можете быть рядом с Иисусом, но не ходить вместе со стадом. Но это ложь. Овца всегда идет со стадом. А та овца, что ходит в одиночестве, будет найдена Иисусом и возвращена в стадо. Неемия оберегает свой удачный момент. И он говорит, повторю еще раз, что он говорит, «Не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». А знаете, если мы строим общину Божью, мы не создаем конструкции, мы объединяем людей. Строительство церкви — это укрепление людей, создание крепких отношений внутри. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для наших братьев и для наших сестер. Если этим никто не будет заниматься, то не будет и места, куда можно будет прийти. Мы делаем это для следующего поколения, для наших детей. Мы строим для нас, для наших сыновей, дочерей, для всех людей. Это важно. Мой четвертый пункт — не бойтесь конфронтации, даже с влиятельными личностями. К ними и пришли люди и сказали, «Нам нужно кормить наши семьи, но богатые препятствуют нам и используют нас. У нас нет денег, но они хотят наши земли, наши дома, наших сыновей забрать. А в рабство так нельзя. Мы строим, а они отбирают наше имущество и делают нас еще беднее». То были богатые и влиятельные люди. Ниемье не испугался. Он идет к этим людям и говорит, «То, что вы делаете, это плохо. Не позволяйте себе иметь фаворитов вокруг себя. Будьте честными, он говорит». И сказал я, «Нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить цвы, дабы избегнуть поношения от народов, врагов наших, ну и последнее на сегодня. Оберегайте свое внимание, оставайтесь сконцентрированными, чтобы строительство не останавливалось». Они начали изобретать и другие вещи, писать, не имея письма, чтобы он пришел в назначенное место и поговорил с ними для того, чтобы отвлечь его от строительства. Неемия же на все отвечает «нет». Сила лидера в том, чтобы сказать уверенное «нет». Еще раз «нет». Есть тысячи дел, которыми вы можете заняться, но вопрос в том, что вы действительно должны делать. Осмельтесь сказать «свое нет». В Библии сказано, что ваше «да». Должно значить «да», а ваше «нет». Быть твердым «нет». Слово «нет». Одно из самых сложных слов во всем нашем словарном запасе, потому что мы охотнее говорим «да». Тогда нас любят и считают хорошими. Люди хотят, чтобы мы для них все делали. Нет, я не пойду с вами, потому что завтра воскресенье, и мне нужно быть выспавшимся, у меня другие дела есть. Да, спасибо за приглашение, но сегодня воскресенье, я сначала пойду в церковь, а потом уж к вам. Говорить «нет» тем собраниям, в которых вы не видите смысла, и нужно ли вообще вам там находиться. Говорить «нет» тому, кто собирает средства на свой проект, и по сути, вы этого не хотите. Ладно уж, говорить «нет» вообще неприлично. Говорить «нет», когда вам кто-то предлагает составить компанию и выпить по стакану пива. Есть ли вообще разница, что там налито в стакане? Все только у вас в голове, просто скажите «нет». Помните о своей цели и видении будущего. Учитесь говорить «нет», чтобы уметь сказать «да» в нужный момент. Мы говорим «нет», чтобы говорить «да» для действительно значимых вещей. Знаете ли, отвечать «да» на то, что вы не хотите, это говорить «нет» самому себе. Отвечать «да» на то, что вы не хотите, это говорить «нет» самому себе. Если они не понимают вашего «нет», то спросите «какую часть моего «нет» вы, собственно, не понимаете?» Нет или «нет». Давайте сделаем выводы. Ниемиен, тот, кто он есть, он ищет Бога, на нем есть рука Господа. Он мудр и расставляет приоритеты. Он собран, не боится конфронтации, и он вообще не боится сказать «нет». Так что будьте хорошим лидером для себя самого. Если вы сможете вести себя самого, то вы сможете и повести за собой других людей. Мы продвигаемся от благодати к благодати и от славы к славе. Согласны? Аминь. И аминь. Аминь.